Новая партия, актуальные лозунги. Единая нация, единый народ. Будущая политическая единица, партия национального согласия, Россия для всех, заявила о себе на пресс-конференции. Конституция за мной. Вот что мне дает уверенность. Конституция за мной. Все, что мы здесь сказали, мы не хотим изменений, мы не хотим переворотов. Я имею в виду, вот, легально, да, перемен мы хотим, нужно все менять. Но менять, привести в соответствие с Конституцией, привести в соответствие с Конвенцией, которая выше нашей Конституции. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. И мы это называем, хороший вопрос задали, принуждение власти к исполнению Конституции. Документы на создание партии в Минюст подали 31 октября. Сейчас идет работа в региональных отделениях. Параллельно с этим дорабатываются необходимые документы. Мы находимся в офисе фонда «Содействие национальному согласию России для всех». То есть это наш офис. Добро пожаловать. Креативный офис в центре Москвы. Здесь уже непонятно, где заканчивается фонд, а где начинается партия. Фонд активно ведет свою деятельность через искусство, через арт-проекты, через различного рода перформансы, которые мы устраиваем. Это была стартовая площадка для развития деятельности фонда. Портрет участницы пустирает Надежда Толокониковой, старинная икона и пародии на русскую православную церковь. Картины, отражающие взгляды и позиции организации, где сегодня строят наполеоновские планы. Любая политическая партия видит себя в Госдуме. Иначе бессмысленно просто создавать политический инструмент. Но это не самоцель. То есть это инструмент для донесения до населения определенной позиции и законодательных изменений. Вскоре после пресс-конференции в офисе появляется идейный и финансовый вдохновитель новой партии Виктор Бондаренко. Предприниматель, коллекционер, общественный деятель Бондаренко признается, в этом своеобразном офисе бывает нечасто, во многом полагаясь на своих соратников. Американско-российское гражданство поддержка пустирает предпосылки возникновения России для всех. Виктор Бондаренко, кажется, готов разговаривать на любые темы, и не только с журналистами, но и со следователями. Извините, алло. Да, алло. Кто это говорит? Вы представьтесь. Хорошо. Зам руководителя следственного управления. Да, да, да. Еще раз как. А какой секрет? С какой компанией офшорный перевод? Какой секрет? У меня секретов нет ни от следственного управления, ни от кого нет секретов. Дайте выбор. А, тайное следствие. Хорошо, пишу, да. Связан ли этот звонок с тем, что сегодня Бондаренко заявил о новой партии или с его предпринимательской деятельностью, неизвестно. Еще несколько часов назад он заявлял перед журналистами, что рискует многим, но ничего не боится. Я не боюсь. Но, опять-таки, я всегда скажу, дайте определение, что такое боюсь, не боюсь. Могу ли я предчувствовать или предвидеть какие-то неприятности? Да, могу. Готов ли я к ним? Да, готов. Но я и вы, сидящие здесь, знаете, что я на белой стороне. Не кремлевская позиция может и вовсе привести к отказу в регистрации партии. Здесь это понимают, но упорно следует рыцарскому девизу. Делай, что должен и будь, что будет. Лика Скрябина, Сергей Каверин. Специально для 1612.